Пища готовилась там, где не должно. Сегодня городскому телеканалу стали известны предварительные итоги расследования по факту массового отравления в военном госпитале. Многочисленные нарушения зафиксированы в нескольких экспертизах. Кухня не ремонтировалась полвека, вентиляция отсутствовала, а старые трубы канализации проходили рядом со столами для продуктов. Это лишь вершина айсберга. Напомню, почти полсотни солдат-срочников из разных городов страны в начале августа отравились некачественной едой. Они жаловались на сырые котлеты, подгнившие апельсины, хлеб с плесенью. Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказанию слуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Сейчас следователи выясняют, кто допустил такую ситуацию. Известно, что поставкой продуктов и приготовлением пищи в госпитале занималась московская компания. Пострадавшие уже вернулись на места службы, а тем, кто сейчас находится в госпитале, по-прежнему привозят еду в термосах. На стенах отсутствует штукатурка. Также на стенах имеются следы плесени, грибка. В помещениях имеется возможность для контакта сырых и готовых к блюдку потреблению. Когда нарезается, допустим, масло, сыр, колбаса отпускается, уходит это все на кухню для приготовления, отсутствует элементарная возможность помыть руки. «На смывах с кухни, со столов, с одежды персонала, организации, обслуживающей военный госпиталь, обнаружена условно-патогенная микрофлора, которая, в принципе, может являться источником заражения кишечной инфекцией». «На смывах. Продолжение следует...